Всем привет! Никому не секрет, что умные часы Amazfit и Zip пользуются все большей популярностью во всем мире. И это неудивительно, ведь мы получаем отличные технические характеристики, носимых устройств за недорого. Напоминаю, что разработкой фитнес-браслетов для компании Xiaomi традиционно занимается компания Huami, которая на днях официально заявила, что входит в четверку лидеров по объему продаж своих умных часов в мире. А конкурентов, поверьте, очень много. И это не пустые слова, ведь данная информация подтверждена также исследовательской компанией IDC. Стоит отмечать, что сейчас есть такой очень популярный фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6. Продажи его просто зашкаливают. Так вот, глобальная версия его на данный момент предлагается всего лишь за 33 доллара в онлайновом магазине Алиэкспресс. При рекомендованной цене 60 долларов. Это самая низкая цена с момента выхода данного устройства. Но совсем скоро на смену ему придет Mi Band 7. А если быть точным, он будет называться просто Band 7. Потому что совсем недавно Xiaomi перестала использовать бренд Mi для обозначения своей продукции. Как уверяет сам производитель, это изменение объединит наше глобальное присутствие и сократит разрыв восприятия бренда и его продуктов. Стоит отметить, что Xiaomi Band 7 обязательно сохранит все плюсы предшественника и получит еще больше функций и сможет похвастаться улучшенным дисплеем, а также повышенной автономностью. Что, конечно же, подтолкнет пользователей к покупке данного девайса. Уже сейчас известны практически все технические характеристики браслета седьмого поколения. Итак, основные фишки его это поддержка NFC в глобальной версии, встроенный модуль GPS, измерение температуры и артериального давления, измерение ЭКГ, высотомер, а также всевозможные умные функции и улучшенная автономность. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Стоит отметить, что за все время существования фитнес-браслетов Mi Band практически дизайн не изменился. Конструктивно это всегда почти овальная капсула, встраиваемая в силиконовый ремешок. Постепенно увеличивался размер корпуса, изменялся способ зарядки, но основным обновлением было, конечно же, ежегодное увеличение дисплея, что является большим плюсом для плохо видящих людей, так как текст стал значительно больше. В 2021 году мы получили дисплей на 1,56 дюйма, а вот Xiaomi Band 7, скорее всего, не получит существенного увеличения дисплея. Максимум, на что нам стоит рассчитывать, это рамки станут еще немного тоньше, особенно в нижней части экрана. Но тогда мы уже получим безрамочный девайс. Да, в настоящий момент стекло фитнес-браслета подвержено царапинам. И вот по предварительным данным Band 7 получит стекло Corning Gorilla Glass, которое улучшит ситуацию. Мы получим экран, выполненный по технологии, конечно же, AMOLED. Но самое главное это цена. С каждым годом стоимость нового поколения потихоньку ползет вверх. Что, конечно же, огорчает многих пользователей. По сравнению с трекером пятого поколения, в Китае Mi Band 6 подорожал на 8 долларов. Следовательно, Band 7 также будет стоить дороже, но вряд ли цена поднимется выше 45-50 долларов. Иначе ценник отпугнет большую часть фанатов, а также простых пользователей. Подтолкнув их к поиску, конечно же, конкурентов. А их, поверьте, стало намного больше. Давайте посмотрим эти решения. Итак, как всегда я захожу на e-каталог, благо тут есть очень хороший подбор по параметрам. 45 долларов это плюс-минус 3300 российских рублей. И что же нам предлагает e-каталог? Пожалуйста, всего лишь 24 модели. Основные конкуренты Xiaomi Band 7 это Xiaomi Mi Band 6, Huawei Band 6, Xiaomi Mi Band 5, Honor Band 6, Xiaomi Mi Band 4. То есть все китайцы, что немаловажно. На мой взгляд, основной конкурент Xiaomi Band 7 это Xiaomi Mi Band 6, что является интересным вообще решением. Также вы можете посмотреть цены и сравнить, где продавец вам предоставляет максимальную скидку, чтобы сэкономить ваши деньги. Или прочитать реальные отзывы покупателей, чтобы для себя что-то подчеркнуть. А если у вас остались вопросы, можете задать их в обсуждении. Вам обязательно кто-то ответит. Ссылочка на e-каталог будет в описании под видео. Актуальное поколение устройств умеет выполнять следующие функции. Измерение пульса, мониторинг сна, подсчет шагов, калорий и расстояние, мониторинг тренировок, уведомления о звонках и сообщениях, быстрый ответ на входящий звонок, отслеживание менструального цикла для женщин, определение уровня стресса, функция поиск телефона, управление музыкальным проигрывателем, управление затвором камеры телефона, определение показателя паи, измерение насыщения крови кислородом, оценка состояния дыхания во сне, оценка уровня стресса, согласитесь, список достаточно хороший. Учитывая, что это всего лишь просто маленький умный браслет. Но что мы должны получить в новом Ben 7? Измерение температуры и артериального давления. Уже, наверное, все знают, что в октябре прошлого года специалисты портала Android TV Air обнаружили в строчках кода приложения Mi Fit упоминание функций измерения температуры тела. И все сразу обрадовались. Ура! Больше не нужно носить с собой электронный градусник. Но, скорее всего, речь идет не о датчике температуры, а о реализации измерений через программное обеспечение на основе данных о частоте сердечных сокращений. Так вот, Ben 7 должен получить такой функционал. Измерение артериального давления. Первое, что хочется напомнить, в начале января 2021 года очень знаменитая компания Valenzel, работающая с такими знаменитыми брендами, как Huawei и Huami, как поставщик сенсорных технологий для измерения частоты пульса и других параметров работы сердца, заявила, что их фотоплентизмографические датчики, так называемые датчики PPG, смогут с высокой точностью определить артериальное давление на запястье. Первые устройства с таким датчиком могут появиться уже к концу 2021 года или начало 2022. То есть, Ben 7, скорее всего, не будет обделен этой фишкой, что очень радует. Высотомер. Не секрет, что многие покупатели хотели бы иметь в фитнес-браслете Altimeter, который может использоваться для учета пройденных этажей и для измерения атмосферного давления. Особенно это актуально профессиональным спортсменам. Умный браслет Ben 7 должен получить также данный функционал. Умные функции. Huami уже больше года обеспечивает для своих устройств поддержку голосового помощника Alexa. У браслетов Xiaomi есть голосовой помощник, но только для пользователя из Кита. Появление в Ben 7 поддержки Alexa, а еще лучше Google Assistant, станет большим плюсом. Ben 7 также получит функцию ответа на входящий звонок отправкой заранее заготовленного короткого сообщения. И появится возможность отвечать на сообщения из мессенджеров. Ben 7 получит более глубокую интеграцию с устройствами из экосистемы «Умный дом» на базе платформы Mi Home. Ну и автономность. Отличное время автономной работы всегда было одним из преимуществ фитнес-браслетов этой линейки. Но совсем недавно все это очень круто изменилось. Как мы помним, первые поколения могли работать без зарядки целых 30 дней. Mi Band 6 при не самой интенсивной эксплуатации нужно заряжать раз в 10-14 дней. В Ben 7 хотелось бы, конечно, увидеть аккумулятор повышенной емкости и поддержку беспроводной технологии зарядки. Но, увы, мы получим меньшую автономность. Нужно будет заряжать устройство каждые 4-6 дней. Ведь появится очень много функций, которые будут, можно сказать, уничтожать аккумуляторную батарею. Ну и самое главное, что ждали многочисленные фанаты, это, конечно же, ЭКГ. Напоминаю, для измерения ЭКГ фитнес-браслетом необходимо получить одобрение многочисленных разрешающих органов здравоохранения. То есть почти приравнять браслет к медицинскому прибору. Нужно оснастить трекер минимум парой сенсоров, что приведет, как мы понимаем, к увеличению стоимости. То есть есть шансы, но возможность снять ЭКГ с помощью Ben 7 практически минимальна. Но некоторые источники уверяют нас в обратном. Вот такой браслет получим мы. На мой взгляд, это очень хорошее будет решение в 2022 году. Конечно же, конкурентов у данного решения вообще не будет. Кому понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!